Я не могла об этом говорить, и у нас сегодня, в общем, я так думаю, действительно, это не просто концерт, а концерт-разговор, вот, и... Как кажется, что, может показаться, что эта тема совершенно такая однозначная, вот, а я, как бы, уже понимаю, что вот, начиная говорить на эту тему, возможно, в общем, это действительно могут быть не просто монологи, а какие-то диалоги, и, может быть, даже спор о каких-то вещах, потому что это все совершенно непройденная штука, и, на самом деле, очень много моментов, по которым мы, в общем, все до сих пор не договорились. Ну, давайте я, в общем, тоже, я буду чего-то читать, играть, наверное, чего-то поговорим. Собственно, 29 октября же каждый год на Луганской площади происходит, касается, мероприятия, акция, чтение имен, наверное, все знают, вот, в этом году там не было, ну, типа, теперь это все перебирается в такой распределенный формат, вот, а несколько лет назад, я помню, мы даже с Димой там случайно встретились, и, ну, я сам, на самом деле, только несколько лет назад об этой акции узнал, и я был очень сильно впечатлен. Вот, собственно, все, наверное, знают, что просто приходят люди, там, встраиваются в огромную длинную, развивающуюся очередь, и просто читают, это имена по списку, имена репрессированных. Вот, кто-то там говорит про своих близких, а кто-то просто приходит и берет, там, очередные имена из списка, из список, ну, вот, эта акция уже много-много, соответственно, лет проходит, и вот, по половине списка, как бы, зачитали. Вот, такое стихотворение. Читают люди имена, по разгаре осень, зарезают бритвы и микрофон разноголосье, здесь по спирали целый день идет движение, вокруг скалы, что помнит жертвоприношение. Читают люди имена родных и близких, заменят кровное родство, родство по списку. А из окон глядят глаза особой части, у них ведь тоже есть родство, родство по масте. Читают люди имена, олеют свечи, надежда воскресает здесь на человечность, пока есть те, кто не сумел остаться дома, и шанс, что избежит страна огня Содома. Но все же надежде вопреки есть место страху, вдруг не догонит Ахиллесту черепаху. Пока читали имена давно забытых, пополнил список паренек в СИЗО избитый, и до него дойдет черед, и будет верно. В разгаре 37-й год, век 21-й. Давайте сыграем что-нибудь. На самом деле, основное, что хотелось бы сказать. Мы из года в год повторяем то, что очень важно, чтобы тема сталинских репрессий была обществом отрефлексирована, потому что это какое-то единственное лекарство от того, чтобы такая история из раза в раз повторялась. И кажется, что в Германии это поняли. Мы этот урок никак не пройдем, и у меня стойкое ощущение заключается в том, что мы уже первую сдачу этого урока опоздали. Теперь нам предстоит еще отрефлексировать все то, что у нас происходит здесь и сейчас, и отрефлексировать уже все, что с нами было, и как мы пришли к тому, где мы находимся сейчас. Вот все это, соответственно, эти долги, они никуда не деваются, но они, собственно, нарастают. И это как бы неизбежно. Мы как-то с этим должны будем справиться. Я смотрю на небо, вижу серый дым, Зрелишь, как и хлеба, хватает молодым. За окном теплее, пусть и не спеша, Чего ж труднее с каждым днем дышать? Из ящика нам в уши Иют по третий рим. Пустота снаружи, Пустота внутри, Пустота снаружи, Пустота внутри. В головах разруха, Мрак и путь тюрьма, Страну накрыла глухая Египетская тьма. Кто нам путь осветит, Кто все пресенит, Кто за все ответит, Кто нам все простит, А на асфальте лужи Разбиты фонари. Темнота снаружи, Темнота внутри. Темнота снаружи, Темнота внутри. Как же так нелепо мы отдали свой дом, На духовных скрепах выстроен задом, Пока мы словно в коме искали путь по тьмах, И царились в доме ненависть и страх. Но вороны все кружатся ночи до зари, Идет война снаружи, Идет война внутри, Идет война снаружи, Но главное – внутри. Быть пророком страшно, Но чувствую одно, И чтоб подлодка наша залегла на дно. В перископе солнца, Чистые окаемы, Но кто из нас дождется, Команду на подъем? Ты никому не нужен, Встань в строй или умри. Нет любви снаружи, Нет любви внутри, Нет любви снаружи, Осталось ли внутри. Я видел во сне лица, Горящие глаза, И мне страшна полиция, Не страшен автозак. Они не ходят в ногу, Не дышат в унисон, Как хочется ей Богу, Чтоб это был не сон. Верды хоть безоружной, И не богатыри, Открой дверь наружу, Свободе изнутри. Открой дверь наружу, Свободе изнутри. Насколько мне близки все те песни и стихи, которые звучали, Но есть одна мысль, С которой я, наверное, У меня Некоторое возвращение вызвало. Я не готов сказать, Что сейчас стало как-то сложно Различать, Где добро, Где зло. Может быть, Я с этим бы чуть больше согласился Лет десять назад. Вот. Сейчас я с этим не могу согласиться. Но я могу объяснить, почему. Все, вот, не знаю, В курсе истории, например, Сергея Савельева. Видимо, нет. Это совсем недавняя история. Я еще не прошла, в общем, месяца. Сергей Савельев, он был Заключенным. Вот. Если я правильно понимаю, Возможно, по сфабрикованному делу, Связанному с наркотиками. Может, не по сфабрикованному, не знаю. Вот. Собственно, он Довольно быстро устроился На административную, как бы, Как сказать, должность. Ну, как бы, На разключенном поручатке И технической работы. Он был системным администратором В колонии. Вот. И имел, соответственно, доступ К серверам этой колонии. И более того, К серверам многих других колоний. Потому что они связаны, Соответственно, сетью. Вот. И, собственно, он Как бы, свой срок отбыл. И, собственно, Что он сделал? Он, прежде чем Покинуть соответствующее заведение, Он выкачал архивы Пыток Это с видеорегистраторов колонии, Которые происходили в этой колонии И многих других. Собственно, откуда взялись эти архивы? Это отчетные архивы Перед заказчиками силовых структур. Вот. То есть, понятно, что просто так они не хранятся. Они не должны были сохраниться. Они сохранились исключительно благодаря ему. Вот. Собственно, его быстро вычислили. Там ему угрожали смертью, но Как бы чудеса случаются, он сумел бежать за границу. И вывести этот архив. И вывести этот архив. Это, собственно, это работные диски, На которых пытают и убивают людей. Вот. И я могу однозначно сказать, что те, кто пытают людей, Даже если эти люди преступники, Это как бы однозначно зло. И у меня здесь никаких вопросов быть не может. И как вы думаете, какое развитие этой истории? Развитие простое. Сейчас Савельева объявили в международный розыск, Как преступника. Разглашение густаяния. Разглашение густаяния, да. Вот. Поэтому, как бы, Реально, сейчас, как бы, Никакой сложности С определением тебя добро, где слово, По большому счету, нет. Другая проблема есть, как бы, В целом, как бы, Люди хорошие, я думаю, что, там, Мало кто считает, что пытки, это хорошо. Вот. Хотя, вот, недавно был опрос, И 20% считают, что в некоторых случаях они допустимы. Вот. Ну, в целом, как бы... Но они против них. Конечно, конечно. Ну, в целом, люди, как бы, Нормально, хорошие. Вот. Они понимают, что пытать нельзя, Фабриковать уголовные дела нельзя. И такое ощущение, что, вот, Если бы, как бы, не знаю, Вот это осознание того, что происходит, Как бы, здесь и сейчас, как бы, Рядом с нами, там, в Москве, в Красноярске, Там, где угодно, Вдруг возникло бы в головах у людей, И, кажется, мы просто в другой стране бы проснулись. Вот. Но почему-то это не происходит. Большой вопрос, почему? Вот. Потому что мы сейчас, опять же, Если там лет 20 назад, там, Мало чего просачивалось наружу. Мы сейчас живем в век, Когда очень сложно что-то скрыть. Вот. Видите, как бы, Наружу всплывают гигабайт пыток, Всплывают вся информация, Там, по всем фосфабрикованным делам, Все это известно. Это настоящий день. Да, настоящий. Прямо здесь сейчас. Если бы он не выкачал. Могло, да, могло. Но всплывает сейчас, как бы, Очень много всего. И вопрос, почему, как бы, Это не щелкает, И почему все продолжается, И становится каждый днем все хуже. Ну, у меня предположение такое, Что, как бы, Вот этот эффект, как бы, Переизбытка информации, Он уже, как бы, Несет. Ну, по сути, это защитная реакция. Это очень сильный психотравм. Потому что, если, как бы, Ты, как бы, с этими фактами не знаком, Если ты, как бы, Считаешь, что у нас, как бы, В целом все хорошо, А если не хорошо, То это, там, перегибы на местах, То, вот, осознать, что люди, Которые тебя должны защищать, Они занимаются, как бы, Убийствами, Это очень тяжело, Это очень травмирующее сознание. И мне кажется, что просто Психика у человека так срабатывает, Чтобы, как бы, Защищаться от всего этого. Вот. И что с этим делать, Как бы, На самом деле, мне не очень понятно. Вот. И другая, как бы, Проблема, Как мне кажется, большая. Это Некоторая, Ну, как сказать, На мой взгляд, Как бы, не совсем Правильная попытка Осмысления нашего опыта. Потому что, Ну, вот мы говорим, Надо осмыслить, Осмыслить надо обязательно. Но вопрос, Осмыслить как? Потому что, Когда вот обо всем этом рассказываешь, Что, смотрите, Людей пытают, Нельзя людей пытать, Смотрите, Публикуют уголовные дела, И там, Каждый может попасть под раздачу. Нельзя так делать. То постоянно слышишь, Это То, что Не постоянно, Но слышишь То, что Слушать лучше это. Не надо об этом говорить. Не надо, Потому что, Помните, что было в семнадцатом году? Вот сейчас это. Вы выходите, Говорите об этом вслух. И что будет? Ну, на самом деле, Это, конечно, Очень большая ошибка. Это просто Подмена причин и следствий. Вот. И все эти ужасы, Которые, Соответственно, Когда-то Страна пережила, Мы все рискуем их пережить, Просто Сидя на месте И ничего не делая. Вот. И, собственно, И можно сказать, Что И в том числе Все эти ужасы И тогда были По той причине, Что Те люди, Которые изначально Как бы Та интеллигенция, Который говорил О каких-то проблемах, Ну, собственно, Их точно так же Заткнули. Вот. А когда Когда, соответственно, Адекватным людям Не дают возможности Говорить И Никакой реакции Не происходит, Ну, Просто Инициатива Соответственно, Берется Тем людьми, Которые Как бы Уже Имеют Другие цели И не жалеют Средств Соответственно, Это И поэтому Вот эта позиция Как бы Пока что Пока что В нашем обществе Таких маргиналов Очень-очень мало Они есть, Но это просто Очень маленький процент И Все Все те, Кто пытаются Со вслух Заявлять О каких-то Существующих проблемах Это совсем Не те люди, Которые Вершат Кровавую революцию Это те люди, Которые Пытаются Их не допустить Это очень важно Понять и осознать Вот Потому что Катастрофа Она Не хочется Говорить Неизбежно Ну Мне всегда Хочется верить Во что-то лучшее Во вся случае Катастрофичные сценарии Просто При Попустительстве Ничего не делаем Ни молчания Они Очень вполне себе Вероятны Собственно Сейчас Сейчас Прямо на текущий момент В стране 420 Лет Заключенных Вот Это в 5 раз больше Чем Чем Собственно 5 лет Назад Вот Все Все это Растет еще Очень быстро При этом Веда в том Что это стало То есть В какой-то момент Еще я говорю Что мы Провалили Урок Рефлексии Истории Сталинских Репрессий Потому что В какой-то момент Это перешло С каких-то Частных случаев Это стало системой Почему это стало системой Потому что Во-первых Все те Кто проявляют Какую-то Видимо активность За ними Приходят Приходят за ними Приходят За их родственниками Как ни странно Вламываются С обысками Ночью Или там Четыре утра Хотя Законом Запрещено Фабрикуются Уголовные дела Вот Плюс Ну опять же Люди в своей Часто думают Что как бы Это касается Столько активистов Их это никогда Не коснется Нет как бы Ну Эти машины Как бы Тормоза уже спустили И собственно Если политически Заключенных Там 420 человек То Счет людей Которые Сейчас сидят В тюрьмах По сфабрикованным Уголовным делам Или показания Выбитым Под пытками Я думаю Что Там Я боюсь давать оценки Но я думаю Что там Несколько тысяч Вот Собственно Вот примерно Об этом Да Я хотел поговорить Очень-очень важно Мне кажется Во-первых Не молчать Называть Как бы Зло злом А не чем-то Черно-белым Мир действительно Сложный У него много Всего черно-белого Но Как бы Есть как бы И Не все настолько сложно Вот Неправильно Ставить акценты А Что-то я все говорил Я наверное Я все свое время Выговорил Ну да Давайте Давайте Сейчас Еще песенку Собираю Перемолотым Души Не зализаны Раны Умение Слушать Люди Мне По карману Что Прикажешь Делать С сознанием Этой Беды Я пытаюсь Петь Я пою Как умею Ведь молчание Смерть А мне Быстать Чуть Живее Но В каждой Песне Привкус Сталой Воды Скользкое Время Скупое На чувства Все та же Дилемма Ложа Прокруста Вспыхнуть С героем Или Потухнуть В омгле Любить Весь мир Легко Это лишь Шар Под ногами Но Как же Мы далеко От всех Тех Кто рядом С нами И согревая Других Ты рискуешь Остаться В зале Это кромешный Брак Ему Не видно Конца То ли Вселенский Бардак То ли Воля Творца Это Бескрайний Блюз Я стою На краю Но Я еще Удержусь Черные Люди А до них Люди В сером За награду В валюте Занимаются Делом Вставание С колен До исхода Судного Дыня Все Ломая Вокруг Не прекращают Попыток Превратить Мой дом В большую Камеру Пыток Они близки К цели И это Пугает Меня Здесь Не осталось Границ Все Границы Размыты А на витринах Лиц Толстый Слой Антрацита И это Только Начало Все Дальше Что дальше Хренер Чей Держись А под Мостом Живет Пес Растер Рыбаня На ухо Разодранный Нос Но присутствует Духа В его бездонной Глазах Я буду Учиться Всю жизнь Это Кромешный Мрак Ему Не видно Конца Толи Вселенский Бардак Толи Воля Творца Это Бескрайний Блюз Я стою На краю Но я Еще Удержусь Я Еще Удержусь Я Еще Удержусь Спасибо Я во втором отделении Я думаю больше всего Копаю и почитаю Толи 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 Толи